Уже полгода в Тюменском госуниверситете работает постдок, кандидат философских наук, член Международной ассериологической ассоциации Сергей Григоришин. За это время он прочитал два курса «История книжного дела для студентов-журналистов» и «Древности Востока у историков». А сейчас работает над исследовательским проектом «Система категорий в клинописных культурах». Кроме того, ученый собрал группу студентов, которые занимаются изучением иероглифов, древними письменами, египетским, шумерским, еврейским письмом. «Иудаика, ассериология, египтология – это то, без чего не может жить гуманитарный университет. А наши науки, в которых мы занимаемся, письменность этих народов и текст этих народов – это то, что является основой цивилизации. Без основой мы не можем заниматься ни техническими науками, ни биологическими науками, если у нас нет какой-то ценностной базы, которая в основе этого всего лежит». Исследовательская группа соединяет древние письмена с современными информационными технологиями. Так, в рамках изучения шумерского письма они работают над переводом клинописных знаков с текстовой платформы в электронную. Затем планируют предложить услуги по поддержке и дополнению онлайн-ресурса Оксфордского университета, у которого есть список шумерских мифов в английской транскрипции, но нет клинописных знаков, а вообще в планах создания собственного сайта. Надо отметить, что студенты в команде ученого заинтересованы своим делом и довольно скрупулезно занимаются исследованиями. «На данный момент времени я занимаюсь переводом с древнеегипетского на русский язык. Работаю по книге Уоли Сабаджа и смогла найти там ошибку. В переводе имена богов были неправильны, показаны. Вот теперь я занимаюсь описанием этой ошибки и буду дальше углубляться в эту тему». Сергей Григоришин сотрудничает с ведущими мировыми центрами по иудаике. Приглашает в Тюмгу экспертов по библеистике, археологии и истории Древнего Востока. Научный коллектив участвует в международных конференциях, семинарах. В декабре-январе двое студентов побывали на международной школе по иудаике в Москве. «Мы слушали курс лекций по иудаике. И тема школы была – это революция. То есть и не только 17-го года, а вообще революции в науке, в искусстве, в еврейской истории. То есть все, что связано с еврейской тематикой в революциях. Это была обучающая такая программа, достаточно серьезный отбор. И я могу сказать, что это действительно была хорошая школа для меня. И я познакомилась с множеством действительно интересных образованных людей». Благодаря сотрудничеству с Центром Чейза нескольких участников группы ждет стажировка в Еврейском университете в Иерусалиме. На днях пришло подтверждение об участии Сергея Григоришина во Всемирном конгрессе по иудаике в Израиле, где он будет выступать с докладом «Книги бытия как лексический список. Новая интерпретация». Кроме того, стоит добавить, что в результате активной работы научной группы постдока ученый создает в Тюмгу уникальный центр изучения Древнего Востока.